МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Они будут проверять качество дорожных ремонтов. Перед этим народные инспекторы прошли обучение. Рейд по акватории водоемов города провели спасатели. Наши корреспонденты присоединились к проверяющим и выяснили, как тагильчане соблюдают правила безопасности на воде. Магазин на Внижнем Тагиле. Журналисты известного телеканала проверяют торговые точки нашего города. Первый пункт эквизита – Мегамарт на Фронзе. Есть ли там нарушения? Об организации уличной торговли и капитальных ремонтах домов расскажет первый заместитель главы города Владислав Пинаев в рубрике «Прямая речь». И теперь обо всем по порядку. О восстановлении правого берега плотины для спуска воды из Нижнетагильского пруда шел сегодня разговор во время посещения главой города музея-заповедника. Говорили о возможностях развития территории музея-завода. Обо всем по порядку с места события. Паводок принес сотни тонн камней. Как сегодня отметил Сергей Носов, во время объезда только здесь можно почувствовать мощь воды. Но как только уровень воды понизился перед взором тагильчан, открылись горы камней и Тагилка стала похожа больше на горную речку. Молниеносная весна закончилась паводком, которого не помнят тагильчане и жители ближайших окрестностей десяток лет. За уровнем воды в водохранилищах специалисты следили чуть ли не ежеминутно. Благодаря адекватным мерам плотины, в том числе и главную Демидовскую, удалось сохранить. А вот русло реки пострадало, в том числе и левый берег, который определяет часть музея-завода. Именно здесь незамедлительно должны начаться работы. Даже не потому, что это историческая ценность, а в первую очередь это вопрос безопасности, отметил глава города. Поэтому сначала устранят последствия паводка, вторым этапом начнется ремонт. Объем работы, который предстоит проделать по восстановлению сегодня набережной, главное защиты, бетонной защиты берега, фундаментов стоящих здесь зданий. Объем работы приличный. Его надо делать не откладывая. Мы сегодня говорили о том, что компания Евраз делает проект по восстановлению инженерных сооружений, относящихся к плотине. Обошел Сергей Носов и территорию музея-заповедника. Во время осмотра исторических мест речь шла о перспективах развития музея-завода. В частности, здания бывшей электростанции, которые возвели в 13-м году прошлого века, перепрофилируют в Дом музыки. Иначе говоря, в приватную филармонию, рассчитанную на небольшую аудиторию. Здесь может быть вполне комфортно расположиться музыкальный зал. Органная музыка, симфоническая музыка, камерная. То есть такой хороший музыкальный зал. Акустика шикарная, есть балконные террасы. Липовая аллея, по которой рабочие ходили на работу, должна приобрести первозданный вид – стать брусчатой. В конце прошлого века ее заасфальтировали, чем нарушили старину, считают специалисты. Глава увидел, что через асфальт прошеркивается вот эта вот брусчатая дорога. И он очень правильно и поддержал нас, принял решение, что надо очистить асфальт, и чтобы дороги были такие, какие были на заводе. Музей-завод «Культурное наследие Нижнего Тагила» считает Сергей Носов, которые надо беречь и соответствующим образом подавать людям. На этом месте можно начать один-два проекта, которые, наверное, раскроют или позволят раскрыть всю перспективу освоения этой территории. Наталья Филимонова, Павел Охотников, Сергей Иванов. Специально для программы «Неделя в Тагиле». В Свердловской области составлен рейтинг эффективности муниципальных образований с точки зрения пополнения бюджета в первом квартале 2016 года. В список лидеров попали территории, где действуют крупные промышленные предприятия, реализующие собственные инвест-программы. В первую тройку городов, которые сумели повысить доходный потенциал, вошли Нижний Тагил, Североуральский городской округ и Красноуральск. В Нижнем Тагиле в результате комплекса мер по привлечению дополнительных доходов и оптимизации расходов удалось существенно снизить кредитную нагрузку. За первое полугодие 2016 года общая задолженность уменьшилась на 1,6 млрд рублей. Процедура банкротства на муниципальном предприятии «Тагилэнерго» не мешает подготовке к отопительному сезону. На сегодняшний день специалисты предприятия уже завершили гидроиспытания. Основная задача, которая была поставлена главой города, это подготовка к отопительному сезону. Мы на сегодняшний день провели испытания всех тепловых сетей, выявили 99 порывов и приступили к ремонтным работам. На всех теплоисточниках идут работные по ремонту и на 9 объектах по тепловых сетям зашли у нас способственные силами рабочие менять изношенные сети, ну и подрядные организации. Большие объекты – это по Мира-21 мы работаем, работаем по Мира-71, где были выявлены порывы в процессе гидроиспытаний. И все идет в плановом режиме. К другим темам. Установлена причина смерти младенца в рейсовом автобусе. Об этом происшествии мы сообщили накануне. Комиссия Свердловского Минздрава установила, что причиной смерти стал несчастный случай. Подробности не могут быть озвучены по этическим причинам, говорят в Минздраве. Это заключение по итогам патологоанатомического исследования. Напомню, жительница поселка Привокзальная с новорожденным сыном выехала из Верхотурья. Они направлялись в Екатеринбург на консультацию в детскую больницу. Когда автобус доехал до поселка Малая Лая, мать поняла, что ребенок не дышит. В Свердловской прокуратуре теперь оценивают правомерность действий медработников, направивших новорожденного в областной центр за сотни километров. Теперь официально общественникам Нижнего Тагила сегодня вручили удостоверение дорожных контролеров. 24 человека прошли специальное обучение и имеют полное право вмешиваться в ход ремонта дорог. Готовы ли подрядчики сотрудничать с общественниками? И какие нарушения уже выявили контролеры, знает Антон Исаев. Две недели активного обучения азам дорожного строительства. В такой короткий срок 23 общественных контролера сумели пройти и теоретический, и практический курс. Акцент в подготовке, рассказывают, был сделан именно на своевременной выявлении дефектах и причинах их появления. Среди контролеров большинство – молодые люди с техническим складом ума. Но есть и девушки. Это как бы помощь городу, помощь тагильчанам, потому что это, наверное, самая главнейшая у нас проблема дорог в Нижнем Тагиле. Да и не только в Нижнем Тагиле. Вот. И как бы, ну, просто вот помощь, чисто такая, как волонтеры. Мы вот такие вот волонтеры, которые помогаем нашему Тагилу. Сегодня была на улице Выска. Посмотрела, как ведется фрезерование, как стоят дорожные знаки, чтобы водители успевали совершать все маневры. Все данные фиксируем и в дальнейшем при необходимости будем передавать подрядчикам, чтобы они знали, что поправить. Единственное, что не успели детально узнать общественные контролеры – специфику работы асфальтового завода. Но в целом, по оценкам специалистов, контролеры получили серьезную подготовку. Каждый сдал итоговый экзамен и получил сертификат – документ, подтверждающий квалификацию. Я, как всегда, говорю, что самое простое – сделать замечание. Но намного сложнее не допустить, вот то, о чем мы говорим, упредить, упредить вот эти нарушения, которые потом вылезут в виде ям, трещин на асфальте и прочее. Готовы работать с общественными контролерами и подрядчики, активисты совершили уже 48 выездов на места дорожных ремонтов. Выявили ряд недочетов. Например, недостаточную глубину фрезерования, несоответствие температуры укладываемого асфальта. Каждый факт фиксируется, затем данные аккумулируются на одной информационной площадке и передаются подрядчикам и городским службам. Привлечение к контролю за качеством строительства, ремонта дорог общественности, я полагаю, что это положительный фактор. Они, эти общественники, не являются противниками. Мы все союзники, мы все за то, чтобы улучшить состояние дорог. Поэтому я думаю, что в своей деятельности они нам окажут большую помощь и переломим ситуацию с качеством строительства дорог. Подобная практика применяется только в Нижнем Тагиле. Идею привлечь общественников к контролю качества дорожного ремонта озвучил глава города. Причем не просто привлечь, но и дать знания и наделить право вмешиваться в технологический процесс. Сегодня Сергей Носов лично вручил 23 удостоверения. Документы срочные до 1 декабря этого года. Следовательно, весь сезон дорожного строительства на улицах будут работать контролеры. Сергей Носов призвал активно работать и на ключевом строительном объекте – транспортной артерии на Фрунзе. И мы должны, это вполне реально, это тоже там асфальтовое покрытие, дорожное покрытие. Пускаем запустить мост по Фрунзе. С ремонтом, с изготовлением и ремонтом асфальта от светофора возле УГОКа, управление через мост, через мост. И где-то, по-моему, на север, где-то, у Северова заканчивается. Антон Исаев, Михаил Крюков, Сергей Иванов. Специально для программы «Неделя в Тагиле». В магазинах в Нижнем Тагиле, в нашем городе, сегодня появилась съемочная группа проекта. Съемки производились в одном из сетевых супермаркетов. По словам директора торгового центра, в ходе проверки серьезных нарушений ведущий проект Александр Молочко не нашел. Смотрели все, смотрели собственное производство, смотрели все цеха, пекарню, кулинарный цех, мясной цех. Просроченных ингредиентов нигде не было обнаружено. Проверяли качество товара, представленного в зале. Опять же, просроченной продукции не было нигде у нас обнаружено. Директор признается, единственное выявленное нарушение – пыль. После визита съемочной группы на стеклянной двери появилась наклейка. Проверено. Как говорит директор супермаркета, визит съемочной группы был неожиданным. Также в ближайшее время продуктовая ревизора, скорее всего, посетит продуктовый рынок и магазин шаговой доступности. Дата эфира выпуска с тагильскими торговыми точками пока неизвестна. Обязательные спасательные жилеты, аптечки и полный пакет документов в каждой лодке. Сегодня инспекция по маломерным судам, транспортная прокуратура и Центр защиты населения провели рейд по акватории водоемов города. Наш корреспондент присоединился к проверяющим и выяснил, как тагильчане соблюдают правила безопасности на воде. С приходом тепла тагильчане вышли на воду. Несмотря на запрет санитарных врачей, некоторые уже открыли купальный сезон. А сейчас мы выясним, помнят ли тагильчане правила безопасности на водоеме. Подобные рейды государственная инспекция по маломерным судам проводит в еженедельном формате. Каждое судно должно быть зарегистрированным и укомплектованным средствами спасения. Отдельное внимание при проверке инспекции обращают на пассажиров. Проверим норму снабжения маломерного судна, норму пассажировместимости. То есть следует обратить внимание на соблюдение правил безопасности в период перевозки граждан. То есть у нас многие судоводители нарушают данные правила, то есть не обеспечивают спас-жилетами. Первым судном остановленным для проверки стала баржа курсирующая с отдыхающими. Все документы в порядке и нет лишних пассажиров. Жилеты имеются на плавсредстве, круги тоже спасательные имеются. Все то, что нужно по закону, все имеется на этом плавсредстве. Могу все показать. За нарушение правил безопасности на воде грозит административный штраф. Сумма может достигать нескольких тысяч рублей. В отдельных случаях судоводельцы останутся без прав на управление. Однако, по словам помощника транспортного прокурора, в этом году нарушений пока не зафиксировано. Прецедентов в этом году пока еще не было. Сезон только начался, можно сказать. Поэтому открываем сегодня сезон. Будем выявлять нарушителей. В ходе рейда уделили внимание и отдыхающим на берегу. Напомним, организованного места для массового купания в городских водоемах в этом году нет. Купальщики на свой страх риск заходят в воду. Спасатели предупреждают всех о грозящей опасности. Просьба далеко не заплывать. Вода еще холодная, не прогретая. Но и пляжа не обследована. Антон Асаев, Михаил Куряков, Павел Соложнин. Специально для программы «Неделя в Тагиле». Решать проблемы туризма на реке Чусовая необходимо сообща. Накануне глава города Сергей Носов провел рабочее совещание с руководством природного парка и начальниками управления администрации города. По словам Михаила Федорова, главная проблема – мусор, который оставляют после себя отдыхающие. Свалки появляются как на территории парка, так и вдоль дорог. Однако город не может их ликвидировать. Это не входит в полномочия муниципалитета. За несанкционированные свалки сегодня отвечает регион. Мы не имеем возможности или права тратить ресурсы на уборку несанкционированных свалок. Это не наши полномочия сегодня. Они нам не переданы, в том числе, деньги на выполнение этих полномочий. Вот такой казус. Также к видению региона относятся и содержание автомобильных дорог. Напомню, ключевая трасса Нижний Тагил-Верхняя Ослянка является областной собственностью. Состояние дорожного покрытия, несомненно, может сказаться на туристическом потоке. Муниципалитет, в свою очередь, готов взять на себя часть от дорожных работ. Глава города поручил управлению городским хозяйством найти возможность за счет внебюджетных источников провести грейдирование дороги от Йоквы к Кустютке. 25 лет исполнилось сегодня еврейской общине. К юбилейной дате презентовали современный еврейский дом. Часть здания на проспекте Ленина после пожара уже восстановлена. Что еще предстоит сделать, узнали наши корреспонденты. В 2012 году купеческий особняк передан еврейской общине. Не успели новые хозяева справить новоселье, как произошел пожар. Сильно пострадала крыша здания. Сгорели межкомнатные перекрытия. Целыми остались только несущие стены. Кровлю помогла восстановить администрация города. Все остальное своими силами. Работа по реконструкции продолжается и сейчас. Отремонтировано практически все, кроме фасада. Фактически она уже готова. Только осталось оборудование поставить для кухни, чтобы сделать кошерную кухню. Даже внизу, в подвальной части, уже все подготовлено к тому, чтобы там начал работать танцевальный, спортивный зал, чтобы там трапезная. Еврейская община в Нижнем Тагиле существует с 19 века. По документам из архива известно, что в 1910 году на улице Ломоносова была синагога. В годы войны на Урал эвакуировались целые заводы с Украины и Запада России. Так еврейское население увеличилось почти вдвое. В 1991 году в нашем городе энтузиасты открыли еврейский культурный центр Хесет и Алиф. Сегодня община насчитывает более 2000 человек. В воскресенье проходят уроки еврита, уроки традиций, еврейской истории. Дети подготавливаются к праздникам, к мероприятиям. Они уже знают, как отмечаются каждые праздники, знают все особенности, все традиции. Праздник начался с экскурсии по зданию, после чего пригласили на просмотр фильма, который сняли воспитанники центра. Юбиляров приехал поздравить Андрей Ленда. Я хочу пожелать этому дому тепла, уюта, долгий год жизни. Мы хотим же поздравить вас с 20-летием. Пожелать крепкого здоровья, огромное спасибо за то, что вы делаете для нашего города. Ольга Фатыхова, Вадим Усков, Сергей Иванов. Специально для программы «Неделя в Тагиле». И к новостям экономики. Банк России рассказал о грядущем снижении ставок по кредитам. Во втором-третьем квартале этого года российские банки будут снижать ставки по всем видам кредитов. Соответствующий вывод содержится в бюллетене изменения условий банковского кредитования, подготовленном ЦБ. Он опубликован на сайте регулятора. Банк России опросил 56 финансовых организаций. На их долю приходится 85% совокупного кредитного портфеля в стране. Почти половина из них готовы понизить ставки. А 55% при этом ждут, что спрос на займы повысится. О курсе валюты на выходные далее. По данным ЦБ, доллар США сегодня стоит 66,61 рубля, завтра чуть больше 66,74 рубля за евро. Сегодня просят 74,20 рубля, завтра 74,81 рубля. Самый выгодный курс продажи доллара США в на выходные в банках Нижнего Тагила 67,15 рубля. Покупки 66,86 рубля. Единую европейскую валюту можно приобрести за 74,84 рубля. Реализовать за 74,57 рубля. И впереди тематические рубрики новости спорта и прямая речь. Гость студии, первый заместитель главы администрации города Владислав Пинаев. Поговорим об организации уличной торговли, капитальных ремонтах домов и двойных квитанциях. Не переключайтесь. Программа «Неделя в Тагиле» продолжается. И на очереди у нас рубрика «Прямая речь». Сегодня гость нашей студии, первый заместитель главы администрации города Владислав Пинаев. Здравствуйте, Владислав Юрьевич. Здравствуйте. Владислав Юрьевич, вот с какой темы хотелось бы начать нашу беседу. Буквально накануне нашей встречи у главы города прошло совещание, посвященное определению места для торговли сельхозпродукцией на улице Садовая. Расскажите об итогах этой встречи. Вопрос мы занимаемся относительно давно. Результаты всех переговоров я уже в эфире озвучивал. Вчера на самом деле прошло совещание «Железная дорога». Она была посвящена не только предоставлению бесплатной площадки для организации рынка, для реализации излишков сельхозпродукции. Мы в целом рассматривали реконструкцию вокзала. В целом рассматривали вопросы, связанные с движением как электропоездов, так и поездов при вокзальной площади. И в том числе рассмотрели вопрос, еще раз говорю, размещения некого муниципального рынка. До этого еще вопрос зашел у нас в некий тупик. Вроде предварительно мы договорились полностью с предпринимателем, который арендовал этот земельный участок. Мы договорились с РЖД о внесении изменений в действующий договор аренды земельного участка. Но пришли, зашли в тупик в одном вопросе. Этот вопрос, есть четкое положение предоставления земельных участков в дирекции по имуществу РЖД. И у них прописано четко, в городах с населением более 200 тысяч человек, они не могут на безвозмездной основе предоставить данный земельный участок. Вот здесь пока решения по данному вопросу нет. Первое решение это выходить с инициативой, и Сергей Константинович, кстати, готов сам включиться в данный вопрос и переговорить с руководителями РЖД. Вот все-таки предоставить безвозмездно, передать безвозмездно участок городу, чтобы мы, в свою очередь, могли безвозмездно передать его тем людям, которые будут там торговать. И второй вопрос, мы прорабатываем с бизнесом на каких-либо условиях, как, чтобы все-таки остался участок в аренде у них, и они уже, в свою очередь, бесплатно предоставляли и взяли на себя часть затрат. Как долго, если по первой части это может уйти в некие корпоративные процедуры и затянуться, мы обещали предоставить в мае месяце, в конце мая, потому что именно сегодня торговля идет активно саженцами, скоро начнется первая уже продукция, которая там произрастает на земельных участках. Вот, конечно, второй вопрос решается быстрее. Вот, поэтому мы его не оставляем. Я думаю, что в любом случае, в ближайшее время мы доведем его до логического заключения, и будет принято какие-либо решения. А, ну, на самом деле, вот подобные площадки для торговли востребованы не только в районе железнодорожного вокзала, но и в других частях города. Какие площадки уже работают, а какие еще, возможно, будут открыты этим летом? Да, вы знаете, на всех действующих рынках у нас достигнута с руководителями и собственниками договоренность о том, что они предоставляют, даже включая ярмарки, которые выходного дня проходят, что предоставляются бесплатные, я повторюсь, бесплатные места для реализации излишек продукции, которые выручены, либо это саженцы, либо это еще прочие там различные вещи. Поэтому тут, в частности, сказать, я говорю, везде, где у нас есть торговля такая, везде присутствуют бесплатные места для определенной категории граждан. Еще одно место рассматривалось в качестве одного из вариантов предоставления мест для пенсионеров. Это проспект Строители, где были два павильона, они законно построены, они сейчас снесены. А вот эта территория также рассматривается? Она рассматривается. На самом деле мы, ровно как и обещали, территория освобождена. Но вот сейчас стал один момент. Если мы все-таки достигаем договоренности и делаем между Ангелом и Парусом нормальный, хороший, цивилизованный рынок, вот надо ли нам здесь делать, снова ставить прилавки. Может быть здесь делать, все-таки продолжить и доделать до конца небольшой сквер, все-таки несколько добавить озеленения, сделать какие-либо композиции. Пока решение до конца не принято, поэтому место освобождено, то, что обещали, мы сделали. Но вот быть или не быть, под вопросом, что все-таки либо сквер, либо все-таки маленький мини-рынок. Именно для реализации, как бы озвучено было ранее, именно цветов. Не торговли различными там вещами, а вот именно для реализации именно цветов. Ну а вот как раз, что касается парков и скверов города, сейчас как раз прекрасная погода, летом люди отдыхают, гуляют с детьми. Какие-то изменения ждут городские парки, скверы, возможно реконструкция, благоустройство? Ну отдельно глава города на эту тему провел ряд совещаний, в том числе и выездных. Конечно, основной момент это парк НТМК, который перешел в городскую епархию, скажем так. На сегодняшний день полностью подготовлен проект реконструкции данного парка. В проекте я включаю, что это дополнительное строительство детских площадок, воркаутов, это обустройство дорожек, освещение, возможность организации каких-либо аттракционов, чтобы парк сквер ожил, то есть чтобы в нем появилась жизнь, в него вселилось новое дыхание, чтобы люди, приходя туда, не просто наблюдали растительность, в общем-то могли чем-либо заняться, занять детей. Вот именно такая концепция и присутствует. Потом парк на Руднике, там хороший красивый ландшафт, красивый лес, это действительно такой природный парк, таких вот именно мало, где прямо в лесной зоне, скажем так, присутствует некая прогулочная зона. Та же самая тема, это строительство детских площадок, паркаутов, обустройство территорий. Вот я думаю, что это будет смотреться очень красиво. Потом берег Нижневыйского пруда, та же самая территория, дополнительное строительство каких-либо конструкций, обустройство дорожек, тоже должно быть красиво и в такую теплую погоду, как сейчас стоит, действительно там, чтобы приятно было погулять, приятно было отдохнуть с семьей, включая небольшой сквер на Красном Камне, проезд восточный такой есть. И вот проекты подготовлены, практически везде они сделаны, осталось их реализовать, я думаю, что за лето они будут реализованы. А что касается окончания реконструкции набережной Тагильского пруда, пока идет ремонт цирка, эту территорию не трогают? Конечно, пока идет ремонт, реконструкция цирка, конечно, там смысла никакого нет до конца заканчивать, поэтому все вместе с окончанием реконструкции, все будет закончено сразу же полностью, набережная будет сдана в эксплуатацию. То есть она будет сверху сделана, будет, скажем, ближе к паркину сделана. Этот клочок, он будет, там даже не набережная, наверное, там вот именно та часть, которая у цирка, она с набережной не совсем пересекается, до конца не доходит. Там же большой проект у нас строительства торгового комплекса, вот, ниже туда. Поэтому, как это будет увязано, не готов сейчас прокомментировать, когда предприниматели на сегодня идет согласование проекта, эскизный проект согласован, утвержден на градостроительном совете. Вот, как будут готовы они уже со строительным проектом, будут проходить согласование, потому что нижняя часть у цирка, к воде, именно там будет находиться административное здание. Ну, облик меняет не только окружающая среда, меняются или будут меняться и фасады домов, благодаря программе капитального ремонта МКД, она сейчас идет полным ходом в Нижнем Тагиле. Подрядчики работают в тагильские компании, мы напомним. Как оцениваете вообще ход работы? В этом году мы сделали выводы из той ситуации, которая была в предыдущие годы, та ситуация, которая у нас присутствовала с подрядчиком «Строидор», как тяжело передавались дома, как проходила процедура передачи расчетов по тем работам, которые уже выполнены. Вот, в этом году конкурсы прошли вовремя практически. Вот, подрядчики зашли на объекты вовремя, и РСКУ, и Стройкомплекс на сегодняшний день раз в неделю объезжаю я объекты все вместе с начальником управления жилищно-коммунального хозяйства и с представителем фонда на объезды к главе. В обязательном порядке ставим дома, он тоже заезжает, беседует как с жителями, так и со старшими домов, смотрит, что происходит на строительных площадках. Вот, работы ведутся везде в соответствии с графиком, чуть-чуть РСКУ отстает, вот, на кирпичном поселке, чуть-чуть на вагонке, но я думаю, что до 1 сентября они эти графики все наверстают, пока, во всяком случае, руководители заверяют, что отставания не будет. Мы взяли на себя и попросили организации взять на себя повышенное обязательство, закончить не в декабре, а закончить 1 сентября, вот, в тот период. Вот, сами компании какие сделали выводы, если прошлый год они взялись за внутрянку, скажем так, меняя все системы водоснабжения, электрику, в этом году они взялись, в первую очередь, крыши и фасады. Пока погода позволяет, пока погода благоприятствует, вот, на всех домах ведутся работы именно по рестаарной, реконструкции фасадов и крыш. Если, не дай бог, погода испортится, спокойно подрядчики заходят в дома и начинают заниматься внутренними работами. Абсолютно правильно, с моей точки зрения, решение, вот, не так давно на этой неделе объезжая, я просто, честно вам скажу, порадовался за облик города. На самом деле, центр заиграл, вот, Карла Маркса, Октябрьской революции, мира, вот этот небольшой, у нас, скажем так, клочок, просто. Дома, та архитектура от того времени, она сама по себе красива, действительно, в ней была некая харизма и присутствует некая харизма. Сейчас, вот, сделав, проведя ремонтную работу, действительно, дома получили некую новую жизнь, ну, опять же, это моя точка зрения, я думаю, что многие люди ее разделят. Вот, посмотрел на кирпичном, на вы, все равно, кто бы что ни говорил, программа работает, программа уже, видимые результаты определенной этой работы. Вот, вагонка, опять, та старая вагонка, она тоже потихонечку играет уже новыми цветами, вот, действительно, есть вопросы, возникают, мы немножко, чуть-чуть, наверное, задержимся с фасадом ремонта трех домов, там, пока нет проектного решения по балконам, но, я думаю, что это максимум на месяц, не до 1 июля, это дома, которые остались с предыдущего года, с 15-го, вот, но до конца июля их все равно закончат, поэтому опасений тоже не вызывает, я думаю, что решения, как сделать эти балконы, будут найдены, пока идет все в графике, графики четко контролируются у нас, поэтому, пока опасений не вызывает. Что касается работы еще 2015-го года, это остались три дома, работы будут завершены к июлю месяцу. Ну, там, да, там по графикам до 1 июля все работы должны на 24 домах, которые перешли, которые не успели ввиду наступления зимы, не успели сделать, вот, но по трем домам, я говорю, немножко сдвижка будет, ну, это абсолютно объективная сдвижка, действительно, надо просто найти решение, видите, там старые балконы, каким образом, как их сделать, вот, поэтому надо найти конструктив и, исходя из этого, уже сделать принятие рейной решения. Владислав Юрьевич, не можем обойти в эфире мы и тему двойных квитанций, а некоторые тагильчане до сих пор их получают, как решается этот вопрос? Владислав Юрьевич, начальник управления жилищно-коммунального хозяйства. Вот, по факту, наверное, до конца распространять информацию я не могу, но по факту тех действий, которые проведены и прокуратурой, приняты меры, и органами полиции также приняты меры, произведена выемка документов, я думаю, что сейчас все эти процедуры закончатся, тогда можно будет сделать окончательное официальное заявление, но я говорю, пока все развивается ровно в том ключе, который мы и комментировали раньше, поэтому ничего другое пока сказать не могу. Ну, главное, как это отразится на жителях? Не потеряют ли они свои деньги, которые они платили, допустим, не по той квитанции, по которой необходимо было? Ну, вы знаете, жители вправе, конечно, платить по любой квитанции, да, но, тем не менее, мы еще рассматриваем вопрос ввода денег, помимо всего прочего. Это начало нового отобительного сезона, вот это тоже не может, скажем так, не волновать никого. Вот, но я скажу одно, что вот та работа, которая проводилась и встреча со старшими по домам, вот та работа, которая проводилась в информационной поддержке, вот, принесла свои результаты. Сборы на домах, сборы увеличены до 82% уже, хотя одно время просто был спад, потому что люди действительно не знали, куда идти, что. Вот, на сегодняшний день все развивается в нормальном конструктивном ключе, я думаю, что этот вопрос мы доведем до логического заключения, потому что это такая ярко выраженная ситуация, но имеют место двойные квитанции быть и в других, так сказать, по другим направлениям, и во взаимодействии с другими управляющими компаниями. На сегодняшний момент, помимо всего прочего, такой же инцидент всплыл не только с расчетным центром Урала, еще и с Роскоммунэнерго, вот, поэтому в работу включаются и они уже. Я думаю, что еще раз говорю, что да, потребуется время, да, все действуют в соответствии с законами Российской Федерации, но эту ситуацию, так или иначе, мы все равно доведем до логического заключения. Ну, вот вы уже начали говорить о том, что начальника управления жилищного и коммунального хозяйства Егора Владимировича Копысова обвиняли в превышении служебных полномочий, и прокуратура подключилась к этому делу, то вставали на сторону вашего же подчиненного, то были против него, вот как эта ситуация разрешилась? Ну, знаете, конечно, действие прокуратуры, это абсолютно законно, это их полномочия и право бдить за соблюдением законности, вне зависимости от развития ситуации. Данный вопрос мы посмотрели несколько расширенно, мы рассмотрели данный вопрос на комиссии по служебному поведению, вот, более того, не просто членами комиссии, а с привлечениями экспертов в данной сфере, как с юридической точки зрения, так и других правовых отношений. Вот, решение было принято однозначно, мы не видим в действиях Егора Владимировича Копысова каких-либо нарушений в данном вопросе, поэтому свою позицию мы будем отстаивать, мы ее высказали и прокуратура Ленинского района, Владимир Мартынов присутствовал сам на рассмотрении, предостережение, вот, поэтому наша позиция не меняется, мы будем ее отстаивать во всех инстанциях. Владислав Юрьевич, спасибо вам за беседу, хороших вам выходных и вам остается только попрощаться. До свидания. Ну а мы не прощаемся, наша программа продолжается, новости спорта, итоги недели на очереди. Рубрику представляет компания «Сенегорье». На стадионе «Юность» проходят матчи Кубка Свердловской области по футболу среди юношей 2015-2006 годов рождения. Пять команд из Нижнего Тагила, Екатеринбурга и Кушева ведут борьбу на предварительном этапе в группе «Г». Кубок области среди юношей разыгрывают 23 команды из 13 городов. На предварительном этапе они разбиты на 4 группы. По два сильнейших коллектива выходят в финальную часть. В Нижнем Тагиле играют «Юность», «Спутник-06», «Юпитер», «Екатеринбургский родник» и «Кушвинский горняк». Оценить очень сложно, а тем более и нагородные команды, я их вообще не видел. Поэтому вот покажут, тогда можно после турнира сказать уровень. Соперники проводят два тайма по 25 минут. Открывали турнир «Юность» и «Горняк». В первой половине у хозяев игра явно не клеилась. Кушвинцы владели инициативой и сумели открыть счет. Действиями футболистов «Юности», разумеется, остался недоволен тренер. Повнимательнее. Ну, забить моментов-то нет, моментов даже не вспомнить. Нельзя. Тебе у Лёши был моментик такой, и то немножко двух метров не хватило. Играй давай, играй, просыпайся давай. Команда прислушалась к словам наставника, и после перерыва у ворот «Горняка» начала возникать острота. Ответный мяч не заставил себя ждать. Через несколько минут «Юность» вышла вперед, а затем забила и третий гол. Отличились Александр Заушицын, Алексей Щелконогов и Кирилл Цыпаев. Все, что удалось «Горняку», огорчить хозяев еще раз. 3-2 победы тагильчан. Соревнования продолжатся завтра и завершатся в воскресенье. Алексей Алексеев, Любовь Шевченко, Павел Соложнин. Специально для программы «Неделя в Тагиле». Сотрудники Евраз НТМК сегодня массово вышли на беговую дорожку. Сотни любителей легкой атлетики приняли участие в традиционной эстафете «Тагильский металлург», где станция пролегала по стадиону «Уралец» и территории парка культуры Тагилестроевского района. Эстафета – это всегда праздник, это всегда огромное количество эмоций. Через эстафетный бег – это такой самый изрелищный и самый азартный вид дисциплины легкой атлетики. Поэтому то, что у нас сегодня 68-я эстафета по счету, а комбинату 75, это говорит о многом. Это говорит о традициях, о том, что не ослабевает интерес, и, я думаю, будет продолжаться еще и много-много лет. На старты заявились 80 команд, представляющих различные подразделения предприятия. Общая протяженность дистанции составила 3650 метров. Она была поделена на 10 этапов, состоялись 10 забегов. Женские, мужские и смешанные – в каждом шла бескомпромиссная борьба. Победители эстафеты «Тагильский металлург-2016» ждет отчаяния. Ну а тагильские кикбоксеры в составе сборной Свердловской области успешно выступили на чемпионате России. Который состоялся в Екатеринбурге. Медали завоевали представители спортивных школ «Тагилстрой», «Уралец», «Юность». Обладателями золотых наград стали Александр Бакиров и Юлия Тагильцева. Чемпионат прошел на высоком уровне. Порядка 50 регионов со всей России съехались. Более 850 человек, порядка 900. Все категории были, в принципе, с серьезной конкуренцией. Ну, у нас и, в принципе, результатов много стало. Победили призеров. Александр Бакиров – воспитанник заслуженного тренера России Ильи Яговитина. Выступал он в разделе «Лайтконтакт» весовой категории до 63 килограммов. Следует отметить, что на церемонии открытия соревнований Александр получил удостоверение и значок заслуженного мастера спорта. Юлия Тагильцева стала первой в категории до 60 килограммов. Оба представителя спортивной школы «Тагилстрой» получили право выступить на чемпионате Европы, который пройдет в ноябре в Греции. И на этом у меня все. Такой была рабочая неделя в Тагиле. Мне лишь остается напомнить, если вам есть о чем нам рассказать, звоните по телефону 4195-51 или пишите на сайте tagildefistv.ru. Автор лучшей новости, ставшей темой репортажа, подарим приз. Всего доброго и хороших вам выходных. Хотите пить настоящую родниковую воду? Обращайтесь в компанию «Сенегорье» и вам доставят воду из экологически чистого источника, расположенного в заповедном уголке природы. Вода «Сенегорская» – залог здоровья и успеха. Телефон службы доставки 40 1207. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова